Новая выставка Госархива Ульяновской области «История Симбирского края в гербах» приурочена к 350-летию пожалования Симбирску, тогда Синбирску, первого герба. Экспозиция хорошо демонстрирует, как исторические события, происходившие в российском государстве, отражались на геральдике нашего края. Дело в том, что первый герб у нас появился, можно сказать, благодаря тому, что наш город оказался в противлении разенцам. Это как раз за двукратную оборону крепости Симбирского Кремля. Сперва в 1670 году от Разина, а потом в 1671 году от его атамана Шалудяка. В 1772 году был пожалован герб, на котором был изображен лев с мечом, увенчанный короной. При Петре I геральдический лев не стал котироваться. Первоначально новый герб придумали Симбирскому полку. На полковом знамени впервые в 1713 году появился уже знакомый нам по современному гербу столб увенчанной короной. Девиз эмблемы означал «подперто честью». Позже этот символ перекочевал на герб Симбирска. По одной версии он означал, что колонна есть Симбирское дворянство, всегда бывшие опоры короне, самодержавию. Следующие преобразования в геральдике края произошли после Пугачевского восстания. В 1780 году Екатерина II разделила империю на новые территориальные образования. Так появилось Симбирское наместничество. В него входило 13 уездов, и каждому из них полагался герб. Изображения гербов Симбирской и уездных городов на выставке сопровождаются фотографиями или картографическими материалами данных населенных пунктов. А рядом приводится дословное описание с толкованием каждого рисунка гербов. Например, о гербе Сингелея говорится – две большие тыквы с ветвями в серебряном поле, означая изобилие сего рода плода. В 1796 году воцарившийся император Павел I упразднил три города. В результате Канадей перестал быть городом. Сейчас это населенный пункт в Николаевском районе. Тагай тоже уже давно не город, а находится в Маймском районе. А Котяково – вообще это село Котяково, Корсунского района. Эти гербы продолжали существовать практически до самой революции. К слову сказать, изображения восьми уездных городов мы можем увидеть под сводами на плафоне в зале дворянского собрания Дворца книги. Герб Симбирска сохранился на здании главпочтамта. В XIX веке произошли последние изменения губернской геральдики. Появились многоцветные и одноцветные варианты герба Симбирской губернии. Высочайше утвержденного 5 июля 1878 года. Этот герб просуществовал вплоть до революционных перемен. А уже в наши дни он брался за основу при создании современного герба Ульяновской области. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.